И начнём выпуск, казалось бы, фантастической для Норильска темы нового строительства. Об этом шла речь на внеочередной сессии Гурсовета. По словам главы Норильска, наши бизнесмены готовы построить два торговых центра и бизнес-отель. Не исключено, что и в дома на 50-е октября когда-нибудь въедут новые жильцы. Приобретено два объекта незавершённого строительства, жилые дома по улице 50-е октября. Мы надеемся, что заключение специализированных организаций позволит нам достроить эти дома и ввести их в эксплуатацию. Также изменится и бывший дом торговли. Здание превратится в галерею современного искусства. И это, по словам Норильского мэра, должно стать логичным дополнением к благоустройству территорий у озера Долгого. Новой жизнью заживёт и здание на Ленинградской 7А. Его заселят творческими объединениями городского центра культуры. Кстати, для улучшения ситуации со строительством учреждена новая должность заместителя главы города по вопросам строительства, ремонтов и развития жилищного хозяйства. Займутся в мэрии вопросами инвестиционной привлекательности города. В контексте курса на застройку, которого придерживаются власти, это может стать особенно актуальным. Далее тревожные новости. Пять случаев туберкулеза выявлено у юных норильчан в конце прошлого и начале этого года. Медики бьют тревогу. Родители всё чаще отказываются от проб на реакции МАНТУ и Диаскин-теста. А ведь если их не делать, детей просто не пустят в детсады и школы. Мы против прививок. Так, по словам медиков, заявляют некоторые родители, когда речь идёт о пробе на реакцию МАНТУ. А на деле они отказывают своим детям в важнейшем исследовании здоровья. Проба МАНТУ и Диаскин-тест, который применяется сейчас у детей старше 8 лет, это не прививка. Мы ничего ребёнку не прививаем, мы не создаём никакой иммунитет, а наоборот. Изучаем состояние здоровья ребёнка, напряжённость его иммунитета, и уже по этим данным мы можем решить, нуждается ребёнок в дальнейшей консультации уфтезиатра или нет. Альтернатива пуговки всё же есть ежегодно делать рентген. Если же и от этого варианта родители отказываются, то, согласно СанПину, в течение месяца нужно взять справку от уфтезиатра, что ребёнок туберкулёзом не болен. И если родители этого не предоставляют, соответственно, организация, которая осуществляет именно непосредственно образовательную деятельность, уже с посылом медработника, может не допустить ребёнка в организованный коллектив, потому что это, опять же, определено санитарными правилами. Пока подобных прецедентов не было, двери в детские учреждения никому не закрывали. Но такая мера возможна, ведь статистики заболевших туберкулёзом уже 5 детей. И никто не хочет, чтобы их стало больше из-за предубеждения родителей против простой медицинской процедуры. О состоянии медтехники и подготовку персонала Ваганеровской больницы оценил Андрей Шкода, доктор медицинских наук, главрадь 67-й Московской больницы и автор концепции кадровой политики Минздрава России. Какую же оценку получила норильская медицина? Всего на этом этаже расположено у нас 12 операционных, которых, естественно, нам не хватает. Мы в год выполняем порядка 11,5-12,5 тысяч операций. Норильские врачи провели московского гостя по всем отделениям городской больницы. Андрей Шкода увидел палаты для пациентов, операционные и процедурные кабинеты. Доктор медицинских наук восхитился оснащением больницы, но отметил, что, несмотря на хорошее состояние, технику всё равно уже пора менять. Очень хороший проект клиники, очень хорошие доктора, которые здесь работают, они делают очень большое нужное дело. Но оборудование, которое 25 лет назад, оно уже и морально устарело. И, конечно же, программа модернизации здравоохранения и оборудование, которое есть в клинике, оно нуждается в этом. После посещения Аганерской больницы Андрей Шкода перешёл от коллег в белых халатах к собеседникам в деловых пиджаках. В здании городской администрации доктор медицинских наук встретился с норильской властью. Главе города Андрей Шкода рассказал о новых подходах в работе региональных и столичных клиник. Теперь ими могут овладеть и норильские медики. Например, через тот самый широкополосный интернет. Мы говорили с главой города, в том числе, о проблемах, которые сейчас уже начали решаться. Это проблемы телемедицины, удалённого доступа, телеконсультации. Для этого есть возможность и у Москвы, и у Норильска установить такие деловые контакты для реализации этих проектов. Также обсудили и кадровый недобор в норильских поликлиниках. Нашему городу, в частности, не хватает детских хирургов и узких специалистов. Андрей Шкода пообещал поднять этот вопрос в российской медицинской палате. Андрей Гришков, Геннадий Зверев, Артём Смирнов и Владислав Моисеев. Новости северного города. Подробнее о своих взглядах на то, какой должна быть медицина в России сегодня, Андрей Шкода рассказал нам в эксклюзивном интервью. Андрей Сергеевич, спасибо, что согласились встретиться с нами. Начнём наше интервью, наверное, с вопроса кадрового голода. В Норильске, как и во многих регионах страны, нехватка врачей и узких специалистов. И на северах уже давно не получается заманить ни зарплатами, ни условиями жизни, которые, скажем так, не идеальны до сих пор. Как можно, по-вашему, эту проблему решать? Жизнь меняется. Вводятся новые технологии в медицине. И не только в медицине. Поэтому использовать все новейшие технологии современные для снижения кадрового голода – такая возможность есть. И, наверное, тот опыт, который на сегодняшний день реализован в Москве, его можно использовать – это формирование такого пола врачей общей практики, где врач владает навыками не только узкого специалиста, но и специальностью других врачей. Ну, например, терапия, кардиология, хирургия, неврология, отолерингология. Это всё вполне возможно по силу любому врачу. Для этого нужно, соответственно, провести обучение, подготовить этих специалистов, которые позволят решить эту проблему узких специалистов. Не ходят ли каких-то идей по поводу того, чтобы возобновить внедрение свежеиспечённых врачей, выпускников медицинских учреждений образовательных, привязывать их к каким-то поликлиникам по распределению, чтобы они какое-то определённое количество лет отрабатывали? Да, я думаю, что тот опыт ещё Советского Союза, который был в распределении, его, конечно же, нужно учитывать, но только, так скажем, не слепо его копировать, а приблизить его к тем сегодняшним условиям нашей жизни, какие-то сделать, правильно расставить приоритеты, соответственно, дать предложение новым выпускникам. И тот опыт, ещё раз повторяю, который распределение, нужно же, конечно же, это использовать. А может ли этот опыт распределения быть распространён на отдалённые таймырские посёлки, в частности, где вот сейчас по большей части работают только фельдшерские пункты? Я не думаю, что высококвалифицированного специалиста нужно отправлять в далёкие посёлки. Для этого есть укрепление как раз вот этих посёлков, фельдшерами, подготовленными врачами, медицинскими работниками со средним специальным образованием, позволит решить эту проблему. На некоторых ресурсах прошёл такой, можно сказать, слух, что скорый вызов скорой помощи может стать платным, конкретно с пятого вызова в год. Если вы хотите знать моё мнение, категорически против. Категорически против. Ну, вы знаете, разные люди, которые специально делают вбросы, и каждый преследует свои цели. В частности, таким образом дискредитируется сама работа скорой медицинской помощи. Поэтому я считаю, этого не должно быть. Президент дал указание бороться с онкологией в стране. В Норитске, в частности, не хватает ни специалистов, ни оборудования в этой области. И вот даже УЗИ, то же самое, можно ждать по полгода, как нам обращаются зрители. Что-то в этом направлении какая-то работа ведётся. Это внедрение новых технологий. И второе, конечно же, подготовка кадров. Если мы не будем готовить кадры, высококвалифицированные, которые смогут справиться с задачами, достаточно будет сложно решить проблемы, которые на сегодняшний день есть в медицине. Более 500 тысяч единиц техники только поступило в российские регионы по программе модернизации. В частности, могу сказать, что тот опыт, который у нас на сегодняшний день по лаборатории, мы сделали централизованную лабораторию. И если раньше, 5-7-6 лет назад, нужно было ждать каких-то исследований достаточно долго, то сейчас с применением IT-технологий ждать исследования можно всего 30-40 минут. И результат этого исследования поступает либо на рабочий стол к врачу, либо на электронную почту к пациенту. То есть страна взяла курс на увеличение продолжительности жизни населения, и сейчас идет речь о отметке 80+. Клуб 80, да. Да, вот. Вообще достижима ли эта цель? Это достижима. С условием того, что в этом году только наш край так искренне радовался отметке в 70 лет средней. Нет ничего недостижимого. Я могу сказать, что за последние несколько лет продолжительность жизни увеличилась на 7 лет. Это очень важно. И уже сейчас средняя продолжительность жизни в Российской Федерации составляет 72 года. И не за горами, а в некоторых регионах и выше. И не за горами, конечно, что Российская Федерация войдет в клуб 80. Для этого есть все предпосылки. Во-первых, есть, формируется новая медицина, цифровая медицина, поступает много медицинской техники, идет подготовка высококвалифицированных специалистов. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Пожалуйста. Квартиру актера нашего театра Сергея Доданова уже дважды топили через соседнюю стену. В его зале обвалилась штукатурка, обои и мебель покрылись плесенью. Чем же закончился этот коммунальный спектакль? Что? Водочерная! Водочерная! Водочерная с ума сошел! Актеры Норильского театра к потопам люди привычные. То всю сцену зальют водой, то из чайника коллеги по цеху обольют. А вот чтобы квартиру топило, да не просто соседи сверху, а прямо через стену в зале, такого ни в одном спектакле не увидишь. Зато в реальной жизни бывает. Давайте. Сейчас, секунду. Расскажите, пожалуйста, что это у вас за последствия войны такие, откуда взялись? Последствия войны взялись из-за трубы, которая проходит за стеной. То есть сквозь очень дырявую стену у нас размыло штукатурку. На обоях появилась плесень. Вот так, не сверху, а сбоку, квартиру актера Норильского театра Сергея Доданова топило дважды. В конце декабря и середине февраля. И вроде бы все нормально. Потоп коммунальники прекратили. Ущерб за испорченную мебель и загубленный ремонт оплатили. Да вот незадача труба продолжает течь. По поводу того, что неплохо бы нам как-то сделать так, чтобы это больше не повторялось, нам отвечают, ну вам же починили. И мы очень сильно сомневаемся, что нам починили. Во-первых, долговечно, потому что лед уже опять нарос. А получается, сам источник он где находится? Вот здесь, в коридоре. То есть где она у нас? Вот эта самая злосчастная труба. То, что здесь лед, это совсем немного осталось. Здесь были огромные глыбы, их уже ЖЭК сколол. Но нам напоминает вот этот бассейн ледяной под нами, несколько сантиметров. И можно еще вверху посмотреть, то есть по только что сделанной, вот этой сам, как она называется? Как это, как это штука? Ну, стык двух труб, да, грубо говоря. Вот под ним уже образовалась ледяная шапка. И правда, при ближайшем рассмотрении видно, что из трубы по-прежнему льется. То ли стык заварили плохо, то ли труба старая и за полторы недели вновь прохудилась. Вероятность, что отопление опять прорвет, довольно высокая. Как мы с вами только что сами убедились, прошло буквально полторы недели с того, как сделали эту трубу. А здесь уже огромный ледяной нарост. И видно, как идет пар из того места, где труба сейчас протекает. Пройдет еще немного времени, похолодает. И поток повторится вновь, если ничего не исправить. После нашего обращения в управляющую компанию на проблему актера обратил внимание главный инженер ЖЭКа. По его словам, течь тогда устранили, а ситуация эта обыденная. Ну, получилось, да, видимо, что свитч произошел на этой разводке. И я так понимаю, что струя этой воды через стену попала в квартиру собственника, в помещении, где он проживает. Что устранили, тоже аварийная служба это вообще устраняет очень быстро. Дело в том, что устранить устранили, но очень плохо, потому что до сих пор течет. Ну, не знаю, это можно проверить, посмотреть. Видео, как выглядит труба после ремонта, мы показали тут же. В ситуацию Сергей Перегонцев вник и сделал однозначный вывод – надо переделывать. Поставили вот этот вот участок, заменили вот этот вот. И все прошло полторы недели, видите, опять вот огромная жильдина намерзла. Отсюда продолжает течь. И он просто беспокоится, что опять ударят ману. Нет, это резьбовое соединение. Я так думаю, что устраним, хорошо замечание, решим эту проблему. Через несколько дней мы проверили, как коммунальники держат слово. И были приятно удивлены. Работники ЖЭКа заменили трубу, сварили шов, а сверху еще и утеплителем закрыли. Актеру теперь можно со спокойной душой устранять последствия предыдущих потопов и работать над новыми ролями. Егор Толуновский, Артем Смирнов и Владислав Моисеев. Новости северного города. Теперь о том, как волонтеры и представители благотворительного фонда «69-я параллель» продолжают помогать одному юному норильчанину и надеются на помощь всех горожан. Бля, девочки, руки вверх, поднимай. Эй! 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 Не торопись. Пошли, чихи. Владик Якушев уже знаком норильчанам. У мальчика аутизм. Он практически не разговаривает. В прошлом году волонтеры одного из благотворительных фондов организовали ярмарку и собрали 215 тысяч рублей. Этого хватило на первый курс реабилитации Владика. Первый этап реабилитации, на который собрали перед Новым годом, прошел очень успешно. Поэтому сейчас было рекомендовано докторами, врачами, чтобы он прошел сразу весь курс реабилитации. Раз у него такие большие успехи. Работники фонда сказали мне о том, что многие норильчане спрашивают, как у нас дела. В связи с этим я решила лично сказать вам о наших результатах. У сына появилось слуховое зрительное внимание. Он стал понимать обращенную речь. Появились первые слова. И он стал петь. И теперь у меня появилась надежда и уверенность в том, что мой сын восстановится. Сегодня Владик вместе с мамой находится в одной из клиник Нижнего Новгорода. На продолжение лечения семье требуется почти 694 тысячи рублей. Поэтому волонтеры организовали еще одну благотворительную ярмарку. А по всему городу установили специальные ящики для сбора средств. Есть надежда, что и в этот раз удастся собрать необходимую сумму. И возможно, у Владика появится шанс уже самостоятельно сказать спасибо всем неравнодушным норильчанам. Михаил Чернов, Александр Вуори. Новости северного города. Новости компании. На Толнахской фабрике разбирают старое обогатительное оборудование. Его может заменить новейший третий пусковой комплекс. Тогда производительность фабрики вырастет почти в два раза. Это главный корпус Толнахской обогатительной фабрики. Последняя реконструкция проводилась здесь в начале 2000-х. Тогда здание расширили и установили новое передовое по тем меркам оборудование. Но теперь у Толнахской обогатительной фабрики совсем другие перспективы. Мы приступили к подготовительным этапам реализации третьего пускового комплекса, связанным с демонтажом старой очереди. Это достаточно сложный технологический демонтаж. Как вы видите, это большой объем работы. И выполняются они в принципе с целью для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию здания на перспективу. Измечительно флотационный цех совсем скоро будет не узнать. Территорию площадью около 20 тысяч квадратных метров готовят к обновлению. Мельницы, классификаторы, флотомашины, трубопроводы и кабели. Разбору подлежит все, вплоть до бетонных оснований. Останутся лишь стены. Однако не все снятое оборудование спишут. Часть оборудования, которое мы демонтируем, будет использована. Например, флотационная машина ФПМ-16 будет использована на рейтской фабрике. Это флотомашина из нержавеющей стали. Поэтому, в принципе, она в хорошем состоянии. Ее можно повторно использовать для того, чтобы применить на подразделениях. Демонтаж обойдется в 1 миллиард рублей. После в этих стенах может появиться третий пусковой комплекс. Если решение о строительстве будет принято, то реагентное отделение и электроподстанция потребуют глубокой реконструкции. Появится и новый узел корпуса перегрузки руд. Предстоит построить бункер, способный вместить порядка 6 миллионов тонн руды. И, конечно, изменится технологическое оборудование. Здесь установят новые мельницы различных типов и флотомашины зарубежного производства, сопоставивые с теми, что работают на втором пусковом комплексе. После того, как будет выполнена модернизация, ТОВ станет одним комплексом, который позволит перерабатывать все руды Толнацкого рудного узла. Таким образом, суммарная переработка достигнет 18 миллионов. В принципе, это серьезные показатели для предприятий, расположенных в таких отдаленных и тяжелых регионах. Сейчас на Толнацкой фабрике перерабатывают порядка 10 миллионов тонн руды в год. А после реконструкции объем производства вырастет почти вдвое. Но это в перспективе. Сейчас же все силы брошены на демонтаж старого оборудования. Завершить его планируют в третьем квартале этого года. Анастасия Гринько, Александр Вори. Новости северного города. 7 марта в Норильске облачно. Временами снег, метель. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Порыристая температура в Норильске минус 14, минус 17. Дудинки минус 12, минус 15 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok